Несмотря на то, что за последние годы в Украине было разработано множество технических средств, позволяющих распознать угрозу для общества, но ни один из них не может полноценно заменить собачье чутьё. У служебных собак кинологического центра сегодня много профессий. Прежде всего, это выявление наркотических и взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, поиск преступников по следам. В этом году было выявлено 139 граммов наркотических веществ, 1 единица оружия, 6 боеприпасов, осуществлено 3 выезда по сигналам минирования, то есть когда звонят и говорят, что заминирован как-то ими, и 41 грамм взрывчатого вещества. Работники центра, опытные специалисты-кинологи продемонстрировали, какими способностями и навыками обладают их воспитанники. Собаки выполняли разные команды кинологов. Искали наркотики, оружие, боеприпасы, задерживали, сопровождали и охраняли мнимых нарушителей, демонстрировали выдержку, отличную скорость и великолепный нюх. Прежде чем мы ставим на баланс собак, прежде чем приступает к работе, закрепляем собаку за кинологом, собаку берем сюда, и она в течение месяца-двух показывает свои рабочие качества. Заинтересованность в апортировке, послушании, показывает свой характер, и уже там в процессе этого всего смотрим, приводна ли собака для дальнейшей работы в милиции. Так служебно-розыскная овчарка Магри помогла правоохранительным органам в раскрытии громкого преступления в Буденновском районе. «Поступил звонок от дежурного по области, что в Буденновском районе совершено убийство. Наша группа выехала туда, на место происшествия, где был обнаружен труп. Собачка занюхала след и привела к дому убийцы, где его не оказалось. Дальше собака по следу привела в кафе, где подозреваемый находился. И было произведено задержание оперативной группы Буденновского района». При взаимодействии с другими службами и подразделениями Главного управления МВД Украины в Донецкой области, питомцы кинологического центра постоянно привлекаются к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Донецка и Донецкой области для поиска взрывчатых веществ, оружия, наркотических веществ, а также предназначены для раскрытия преступлений по горячим следам. «Расскажите, пожалуйста, как вы вышли на след преступника?» «Очевидно, это засекреченная информация и разглашению не подлежит». Леся Полякова, Александр Худалий, Первый муниципальный.